Для меня самое приятное ощущение от чтения, это когда ты летом сидишь на каникулах дома, и тебе совсем уже нечего делать, и ты выхватаешь с полки какую-то случайную первую попавшуюся книгу и начинаешь читать. Вообще в жизни вот эта случайность, она ужасно важна. Хорошо изданная книга в твердой обложке превратилась из вещи абсолютно массовой в вещь, которую надо подумать, покупать ее или нет. А вы воспринимаете вообще электронные книги? Абсолютно. Для меня очень важна хотя бы возможность листать книгу туда-обратно, не говоря уже о том, что приятно держать ее в руках и приятно переваривать страницы. Это какое-то совсем иное ощущение. Добрый день. Среди книг, как и среди людей, можно попасть как в хорошее, так и в дурное общество. Наверное, с этим высказыванием согласится наш сегодняшний гость. Это журналист, культуролог, руководитель проекта «Полка», очень интересного и познавательного. Юрий Сапрыкин. Здравствуйте. Наверное, уместно будет назвать вас популяризатором чтения. Вы много пишете о книгах, много говорите о них. Поэтому хочется, во-первых, узнать, как вы считаете, Россия по-прежнему считается одной из самых читаемых стран в мире? Или мы постепенно утрачиваем этот статус? Ну, если измерять все количеством текста в единицу времени, который мы читаем, то мы читаем очень много по-прежнему, может быть, больше, чем когда-либо. Вот мы только что обсуждали здесь за кофе, что то общение, которое происходит у нас в мессенджерах, в WhatsApp и в Telegram, это просто чудовищное количество букв. То есть люди раньше не звонили друг другу столько и столько, друг с другом не разговаривали. Вот. И это буквы, которые мы читаем на экране. Ну, то есть мы по-прежнему самая читающая страна. Просто читаем мы не совсем то, что раньше. А вот человек с газетой, например, на улице уже выглядит как-то старомодно. Кажется, что это такая уходящая натура. А в чтении книг бумажных появляется какое-то такое благородство и жест. То, что ты едешь в метро с книгой или сидишь на лавочке с книгой, это о тебе что-то говорит. А раньше это о тебе не говорило ничего. Это, ну, просто делали абсолютно все. Вот. Поэтому мы очень много читаем. Изменились просто практики чтения. И, как ни странно, в России, наверное, это заметно больше, чем где-либо, по крайней мере, в Европе и в Америке. Там, ну, как бы книжный бизнес по-прежнему огромен. И с бумажной прессой, хотя там падают доходы и тиражи, но ничего катастрофического не происходит. Вот мы по каким-то собственным внутренним причинам оказались вот в этом паровозе прогресса на несколько сот километров впереди всех. Вот вы упомянули про то, что живая книга, да, как вы ее называете, то есть бумажная, на Западе, да, выпускается. Вот у нас, например, сейчас это все-таки роскошь, по сути, вот данную книгу. Потому что она стоит столько, что не каждый может себе позволить. Ну, во-первых, мы сидим в книжном магазине с изумительным совершенно подбором книг. Когда мы тоскуем по советским временам, когда у всех была своя домашняя библиотека, мы не учитываем, конечно, что в этой библиотеке было, как правило, ну, не то, что хочется, а то, что попалось подругу или то, что можно достать, или то, что нужно доставать с огромным трудом. И то, что издали, как минимум, а издавали далеко не все, и такой довольно ограниченный срез литературы. Вот поэтому, ну, как бы в смысле разнообразия и качества книг мы сейчас живем лучше, чем когда-либо. Что касается роскоши, ну, вот я говорю про эти внутренние причины, это одна из них, конечно. Конечно, ну, как бы книжка в... такая средняя книжка в американском магазине в переводе на рубли стоит еще дороже, чем наша. И почему им не кажется это роскошью? Ну, наверное, потому что уровень жизни немножко иной, и там распределение доходов немножко иное. Вот, не будем удаляться далеко в эту тему, потому что тут нам придется какой-то пройти курс политэкономии, чтобы понять, почему так все сложилось. Но действительно, да, книга превратилась... ну, такая хорошо изданная книга в твердой обложке превратилась из вещи абсолютно массовой в вещь, которую, ну, вот, да, надо подумать, покупать ее или нет. И на это на все накладывается еще, ну, какое-то всеобщее ощущение, что, которого раньше не было и не могло быть, что это, ну, какой-то не очень удобный предмет, она тяжелая, вот ее нужно с собой носить. Да, сложно себе представить, чтобы кто-то там в 70-е или 80-е годы переживал по этому поводу. Или что там, в отпусках неудобно брать, им все было удобно. А сейчас, имея, ну, как бы, альтернативу между бумажным изданием и какой-нибудь читалкой и планшетом, да, ты уже 10 раз подумаешь, а стоит ли это покупать вот именно этот объект, который еще будет там место занимать в доме, пыль собирать и так далее, и так далее. А вы воспринимаете вообще электронные книги? Нет, абсолютно. А вы почему? Есть самые разные причины, начиная от особенностей зрения, мне неудобно читать длинный текст с экрана. И заканчивая тем, что для меня очень важно хотя бы возможность листать книгу туда-обратно, вот, не говоря уже о том, что, ну, там, приятно держать ее в руках и приятно переворачивать страницы, а это какое-то совсем иное ощущение. Вот, ну, и вот, действительно, мы не всегда задумываемся, насколько вот эта навигация по книжке, она иная, чем с текстом на экране. Нам кажется, что мы читаем вот все последовательно от первой и последней главы, на самом деле мы постоянно же там мечемся по этому тому туда-сюда, открываем его на каком-то ненужном месте, там, где мы уже прочитали, случайно перечитываем это еще раз. Вот это создает какое-то такое нелинейное, чуть более сложное восприятие, что ли. То есть волшебство вообще, вот это, вот, познание книги, да, живое, наверное, все-таки тоже теряется. Ну, спонтанность какая-то, здоровая случайность, которая в этом есть. Ну, и плюс к тому возможность вот нарушить эту связанную структуру, сбежать вперед или отбежать назад, посмотреть что-то, что ты забыл. Ну, ну, все все прекрасно понимают, вот, но очень часто люди жертвуют этим ради легкости, удобства и чего там греха таить, бесплатности пиратской электронной книги, пиратской электронной книги, которая все равно как-то оказывается доступна. Вот, кстати, вы сказали слово спонтанность, вы говорили это по чтению, а я, в принципе, по знанию художественной литературы современной. То есть в школе, конечно, все бы было понятно, мы учили по определенным эпохам и так далее. После, когда заканчивается школа, вуз, и ты в праве сам выбирать, что тебе читать. Вот как раз эта спонтанность, она как по-вашему, она вредит вообще какому-то познанию? Или, например, вот ты сегодня выхватывал бульварную какую-нибудь нормальную, потом реалистичную какую-нибудь прозу, потом документальную, что-то мемуары, вот эта вот постоянная смена, это... Для меня самое приятное ощущение от чтения, это когда ты летом сидишь на каникулах дома, тебе совсем уже нечего делать, ты выхватаешь с полки какую-то случайную первую попавшуюся книгу и начинаешь читать не потому, что ее задали, или она входит в какой-то список обязательной литературы, или ты знаешь, что вот ты читаешь там современные английские романы, и это еще один современный английский роман, а просто не почему. Вот, и это не только к книгам имеет отношение, на самом деле вообще в отношениях с искусством, да и вообще в жизни вот эта случайность, она ужасно важна. И часто приходится услышать в последнее время, что вот интернет пересруивал наши отношения с информацией, все это гипертекст, вот ты идешь по тексту и можешь нажать на любую ссылку и провалиться в какой-то другой текст, ну ведь, по-моему, так было всегда, да, ты читаешь книгу, и ты понимаешь, что из нее есть выходы в самые разные стороны, в другие современные английские романы, или в роман Бальзака, который там почему-то упоминается, или в другие хорроры, к каковому жанру относится этот роман, или к другому тексту того же писателя, или просто книги, которые стоят на полке рядом, или книги такого же цвета, которые стоят на полке рядом, в общем, масса вариантов дорожек, по которым можно идти. И это мы говорим только о таком развлекательном, незаинтересованном чтении, что же говорить о людях, которые специально заняты какой-то темой, или в процессе чтения специально цепляются и хотят дальше рыть какую-то попавшуюся им в этой книге историю. Вот, это, ну вот, по-моему, так было всегда, и мне было бы очень жаль, если бы вот эта способность вот такого естественного гипертекста, не цифрового бумажного гипертекста, который всегда у нас есть, если бы она сейчас потерялась. А может быть, вот, ну, у многих школьников литература бывает нелюбимым предметом, не понимаю этого, но так или иначе, может быть, это как раз в обизоне, вот в этом списке литературы, который вот дается, и ни шаг влево, ни шаг вправо, вот тебе обязательно это познали. Ну да, в этом есть проблема, и она не единственная. Мы не всегда задумываемся о том, что тексты, которые мы читаем в школе, большие произведения, которые мы читаем в школе, они не были написаны для детей. Ну, почти никогда. Ну, там, рассказ Каштанка может быть счастливое исключение. Все остальное, что входит в обязательную школьную программу, это книги не для 13, 14, 15, 16-летних. Они не предназначены для этого восприятия. Понятно, почему мы их изучаем в средней школе, потому что, ну, как бы потом за людьми просто не угонишься, не заставишь их читать, распадется вот это единое смысловое поле, когда, ну, отчасти нас все-таки скрепляет в какую-то общность людей, то, что все знают, кто такая Татьяна Ларина, и что она ответила Онегину? А ну, как люди будут этого не знать? Немножко страшно. Вот, но с каждым годом способность школы заставить кого-то читать эти тексты, она резко падает. И, в общем, мы занимаемся самообманом, когда считаем, что школьники действительно прочитывают четыре тома «Войны и мира» и действительно выходят с некоторым общим набором понятий, ценностей, имен и так далее, которым они дальше могут оперировать. Вокруг школы существует гигантская индустрия, которая позволяет вот эту обязательную программу обойти и обмануть. Сайты с краткими пересказами произведений, сайты с рефератами и сочинениями, книжки, там, сто лучших сочинений или быстрый способ за ночь подготовиться к ЕГЭ. То есть несметная армия людей работает на то, чтобы школьники могли все это не читать, и не просто не читать, а обмануть систему и сделать вид, что они все это прочитали. В этом, по-моему, есть что-то глубоко порочное. Вы, кстати, наверное, своим проектом «Полка», где представляете лучшие книги, классики, наверное, хотите восполнить этот пробел, правильно, я думаю? То есть пробел образования. Я далек от мысли, что вот все школьники, которые на самом деле, вот им нужно за пять минут понять, про что там «Война и мир», чтобы что-то с утра написать в сочинении. Я далек от мысли, что они для этого пойдут читать сайт «Полка». Он слишком для них подробный, слишком сложный, слишком много времени на него надо потратить, непонятно, пригодится ли это к сочинению. Но они могут выпустить на... Да, мне кажется, что «Полка» – это как раз для людей, которые все-таки что-то прочли, и в процессе чтения или после чтения не очень понимают, что с этим текстом делать, а как бы как его понять, как в нем разобраться, как понять, от чего здесь получать удовольствие, и почему все это написано таким странным языком, и что это за детали или странные имена собственные, или непонятные нам уже конфликты и волнующие всех этих героев проблемы. К чему это все? Мне кажется, что «Полка» – это скорее... Ну, как бы, это не про то, чтобы быстро рассказать человеку на пороге музея о том, что его там ждет, чтобы он мог потом похвастаться перед друзьями, что он ходил на выставку, а там висит Пикассо. А это экскурсовод, который человека, уже зашедшего в музей, ну, как бы вводит и, ну, так вежливо ему рассказывает о том, почему здесь женщина квадратная, и глаз у нее на боку, вот, и почему это искусство, и даже великое. Ну, то есть, сайт для тех, кто хочет прочитать, а для тех, кто хочет перечитать, получается? Для тех, кто читает. Неважно, первый раз или 28-й, но для тех, кто хочет чего-то понять в процессе чтения. Вы все книги прочитали, перечитали, которые у вас вот на ваших книгах? Нет, конечно, нет, конечно. Вообще, вот есть даже популярная в последние годы книга, искусство рассуждать о книгах, которые ты не читал. Это действительно очень важное искусство. Вот, и Умберт Эка, по-моему, говорил, что, как бы, содержание твоей библиотеки определяется непрочитанными книгами, то есть книгами, которые ты там покупал, трогал, расставлял на полках, передвигал их с полки на полку, но при этом так до них и не добрался. Но, может быть, надеешься когда-нибудь добраться. И с полкой, которую мы делаем, у меня, по крайней мере, отношения точно такие же. Я очень много чего перечитал, а очень много чего нет. Но при этом то, что существует вот эта версия истории русской литературы или какого-то канона, который в этой литературе существует, вот каких-то самых важных книг, и вот они передо мной, я знаю, что какие-то специально обученные люди мне уже про них рассказали. Это мне, ну, как-то греет душу. Мне, как читателю, а не только автору полки, важно, что я до них когда-нибудь доберусь, и вот эти конкурсоводы меня уже тут на пороге ждут. Вот, поверьте, вот я сейчас совершенно не для того, чтобы кого-то завлечь на сайт или защитить корпоративную часть мундира, но в конечном счете это все ужасно интересно. Вот когда тебя не заставляют и не вдалбливают это в юном возрасте, а когда ты смотришь на это уже какими-то взрослыми и что-то в жизни понимающими глазами, вдруг оказывается, что действительно удивительно сделанные вещи, в которых масса всякой-всякой-всякой человеческой, языковой и жизненной глубины. Конкретно, вот по вашему опыту, какие книги уже в зрелом возрасте вы перечитали и заново открыли, например, вот «Готоваясь к полке»? Ой, ну слушайте, нет, ну, все, которые я перечитал, я открыл, конечно, для себя заново, но есть вещи совершенно магические, и тут я не открываю Америки, я много раз слышал это от разных людей, что, к примеру, Каренина – это роман, в котором ты не просто что-то для себя заново открываешь, вот ты что-то понял в 20 лет, потом еще что-то сверх этого понял в 30. Если ты читаешь эту книгу раз в 10 лет, то она для тебя просто про разные вещи. Она как какой-то такой трехмерный стереоскопический объект, в котором ты в 20 лет видишь одну фигуру, в 30 совершенно другую, в 40 она разворачивается к тебе вообще какой-то третьей стороной. Вот. Это, ну, как бы настолько многослойная вещь, что какие-то вещи в определенном возрасте до тебя просто не доходят. А потом, спустя некоторое время, оказывается, что эти вещи полностью меняют смысл и картину этого текста. Вот это, конечно, поразительный роман. Ну и вообще толстой, вообще толстой поразительный. Скажи, а есть ли у вас какой-то список, вот, пери, может быть, переоцененных книг? То есть таких книг, которые вроде бы вот возвели в какой-то, может быть, эталон, но пора бы их уже, может, с пьедестала-то и сдвигнуть? Ну, конечно, есть. И, наверное, для меня на первом месте здесь стоит мастер Маргарита. Вот. С ней как раз произошел обратный фокус. Вот до какой степени меня восхищало это все в старших классах средней школы. Вот ровно до такой же степени я вижу сейчас какие-то там слабые места, какие-то провалы, эклектичность всего этого, шутки не такие смешные и так далее. Ну, то есть, при том, что интересно, что мастер Маргарита – это не только российский феномен, это книга, которую как раз читают за поем более-менее во всем мире. Совершенно неважно, знаешь ли ты, что такое примус и кто такой управдом. Почему-то она доходит прекрасно до людей на всех языках. Но вот именно здесь со знанием примуса и управдома почему-то у меня, по крайней мере, вот все начинает трещать по швам. Хотя там есть прекрасно написанные куски, есть изумительный там полет Маргариты и вообще Маргарита изумительная. Вот. Мы разговаривали с одним очень мудрым моим знакомым недавно об этой книге. И он сказал, слушай, почему тебе не кажется, что, может быть, это просто роман о гениальной женщине, которая полюбила, ну, такого средней руки писателя. Вот. И те там натянутости, которые сейчас ты видишь в «Евангельских главах», например, объясняются просто тем, что, ну, что это не очень хороший роман. И не знаю, замышлял ли это Булгаков, но так оно и получилось. Действительно, роман о гениальной женщине, которая любит, ну, хорошего человека, но не самого первоклассного писателя. Ну, и заключительный вопрос. Все-таки, как вы считаете, какие есть, вот, по-вашему, решения, проблемы, именно популяризации чтения, вот именно хорошей художественной литературы? У нас так много шедевральных произведений. Как сделать так, чтобы это все шло с детства, да, и вот не терялось с возрастом? Вы знаете, мне кажется, что вопрос не стоит так, что, ну, давайте мы всех, ну, как-то заставим читать Онегина или заинтересуем тем, как читать Онегина. Вообще, это было бы прекрасно, но, по-моему, проблема сейчас гораздо глубже и серьезнее. Вопрос стоит в том, а как заинтересовать людей в том, чтобы они вообще читали, ну, не мессенджеры, да, а читали какие-то длинные, связанные, художественные, научно-популярные такие-сякие тексты. Странно, опять же, об этом говорить в магазине Петровский, вот, на фоне всех этих изумительных полок, но понятно, что, да, если сейчас это еще более-менее сносно все выглядит, то лет через 10, ну, когда индустрия развлечений выйдет на новый уровень, и наши дети будут тоже сидеть не в Ютьюбе, а в каком-нибудь трехмерном изумительном мире, из которого вообще невозможно будет вылезти, настолько он прекрасен, искусственным, игровым, развлекательным. И там же будет общение, и там же будут покупки, и там же будет все на свете. Вот, вот тогда это действительно будет вопрос неочевидный. Вот, и мне кажется, что вот здесь-то становится очень важен такой, господи, очень казенный существует термин на эту тему из перестроечных лет, «Человеческий фактор». Да, звучит ужасно, на самом деле, звучит бесчеловечно, но на самом деле вот за этим что-то есть. Единственный способ, по-моему, заинтересовать сейчас человека – это вот живое человеческое общение, как мы разговариваем с вами. Это способность рассказывать друг другу интересные истории, это способность и желание родителей читать детям на ночь, и разговаривать потом, не задавать вопросы на знание текста, а просто разговаривать об этих книжках так, как будто они являются частью мира, в котором мы живем. Это желание и способность, и талант, ну, как бы, находить какие-то вещи, которые ребенку интересны. Не впихивать в него насильно Толстого и Достоевского, если оно не впихивается, но понять, а где, вот в чем его интерес. Может быть, это динозавры, или игра Майнкрафт, или, не знаю, устройство каких-нибудь хитроумных молекул. Пусть читает про это, если уж с Евгением Онегиным пока не получается. Глядишь, и до него когда-нибудь доберется. Вот, и, по-моему, здесь, хотя, ну, вот понятно, что полка, она тоже существует в интернете, и она разговаривает не живым человеческим языком, а текстами и картинками, но вот этот живой язык, кстати, это как раз то, чего мы хотим добавить в какой-то момент к этому проекту. Вот, живое общение, способность зацепить, заинтересовать, затащить человека в чтение, это, по-моему, вообще единственный по-прежнему работающий способ. Ну, все замечательно. Давайте будем читать и общаться. Давайте. О чтении в будущем мы говорили с журналистом Юрием Сапрыкиным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова